Ажиотаж с мобильными переводами затронул не только предпринимателей, которые теперь просят оплату наличными, но и общественников. Теперь объявлять сборы на помощь людям или животным боятся и волонтеры, и родительские комитеты. Действительно ли благотворительные онлайн-переводы будут облагаться налогами, выясняла Людмила Батюшкина. У Ирины Иванниковой нет ни ИП, ни фонда. Она простая жительница Караганды, которая по зову души пристраивает бездомных собак, лечит ветклиники, стерилизует, прививает, ищет им хозяев. Вот и сейчас ей нужно найти дом для этих четырех щенят. Все это требует денег, и женщина периодически объявляла сбор помощи, но теперь боится это делать. Конечно, это страшно. У меня же нет печатного станка. Я работаю, у меня зарплата 40 тысяч, которые я тоже не вижу. Все уходит вот сюда. Поэтому, если еще будет облагать чем-то, какие-то проценты вычитать, если так приблизительно, грубо говоря, 200 тенге – это 32 тенге. А плюс, если это бывает, что очень много животных, вот у меня был момент, 10 ченков в клинике лежали. Но это сумасшедшие деньги, когда они с энтеритом лежат платить. В такую ситуацию могут попасть и родительские комитеты в школах, которые собирают средства на нужды класса или соседи по подъезду при сборе денег, например, за лифт. Но волонтерам обиднее всего. И думать, что если вот мне на карточку начнут идти поток денег, бывает же такое, что деньги скидываются хорошо, что могут подумать, что у меня какое-то там, не знаю, организация какая-то. А по сути-то эти деньги идут на бездомных животных, которые нашему государству не нужны, которые только могут их отлавливать, травить и убивать. А все ложится на плечи волонтеров. И тогда я не знаю, что делать. Да, конечно, обидно. С кого забирать-то? Вот с этих вот, что ли, забирать? По пояснениям представителей комитета госдоходов, мобильные переводы физических лиц облагаться налогом не будут. Однако потенциальных нарушителей автоматически будет определять искусственный интеллект. Сейчас разработаны критерии, где 80-100 разных лиц, когда вам переводят в течение месяца и на протяжении трех месяцев подряд, тогда в данном случае вы автоматом, то есть такие нарушители потенциальные подпадают под систему управления рисками и, соответственно, по таким плательщикам комитет госдоходов получает информацию. В комитете госдоходов уверяют, что общественникам бояться не стоит. Даже в отношении предпринимателей банки начнут передавать сведения в налоговые органы только с 2026 года. За это время и критерии могут поменяться. Но даже если волонтеру придет уведомление из налоговой, он может направить письменный ответ, что занимается благотворительностью. У налоговых органов нет цели облагать налогами всех подряд, говорят в комитете. Только вывести предпринимателей из тени.